Расскажите, пожалуйста, что у вас на головах? У меня бабочки. И у меня татья бабочка. И у меня. Это вы их сами поймали? Нет, матька. Мы сами сделали. Мы ходим в этот садик уже месяц. Мы решили отправить ребенка на летнюю площадку. Почему? Потому что, во-первых, это хороший подготовительный этап для учебного процесса, который начнется уже в сентябре. И ребенку, естественно, дома уже не интересно. Нам уже три года и более. Ему дома не совсем интересно, поэтому он общается с ребятишками. Ему здесь очень нравится. Каждый ребенок занят своим, очень важным делом. Кто-то лепит пирожки, а некоторые всем сердцем и душой заботятся о природе. А ты что делаешь? Тоже поливаем. А зачем? Чтобы цветочка была не жарко. Мы сейчас из соленого теста лепим пирожки, баранки. И детям очень нравится лепить. Это развивает мелкую моторику рук, тактильность. Это очень хорошо влияет на мозговую деятельность. Не только дети целый день заняты делом, но и их родители стараются в поте лица. Строят площадки, придумывают развивающие игрушки. Также опытные воспитатели творят и радуются вместе с ребятами. Вот этими руками действительно мы все делали. Мы прям соревновались. Смотрим на одной площадке вот так. Мы думаем, блин, а нам-то тоже надо. Мы снова собираемся мамочками, папочками, приносим бензопилы, бруски, краску. И все вот делаем, чтобы детям нашим было весело, интересно и развивающе. Все-таки это наши дети цвета жизни. Отдых такого формата несколько лет назад был экспериментом. А теперь летняя площадка вызывает небывалый интерес у родителей. С 1 июня до 31 августа у нас фактически около тысячи детей по городу посещают летнюю площадку на базе 43 дошкольных учреждений нашего города. Давай, Суни. Чтобы устроить своему маленькому чуду, незабываемый, да еще и полезный отдых, достаточно обратиться в ближайший по месту жительства детский сад и начать радоваться занимательным историям о том, как весело он провел время. Илья Бельков, Андрей Дармаев. Новости дня.